В любом случае, объединенный стандартный выработок, это будет трехступенческая система образования, будет в том числе практическая часть. Кадры решают все. Образование и вопрос практической подготовки специалистов, развития мореплавания, работы с иностранцами. Это обсуждали на Всероссийской конференции по теме безопасность плавания судов рыбопромыслового флота. Средний возраст работников рыболовства растет, на смену им приходят молодые специалисты. Но если на подготовку юриста требуются одни деньги, то что касается мореплавания, здесь денег нужно в два раза больше. Этих специальностей, они как правило, мало кто из молодежи хочет идти, потому как, если говорить о платной системе образования, а бюджетная система образования, она в недостаточном количестве. То есть нам нужно гораздо большее количество специалистов. Руководство уже подготовило запрос в Министерство образования и науки об увеличении квот на морские специальности. Также подняли проблему нелегальных рабочих. Оказывается, судно может выйти из одного порта с 30 матросами на борту, а прибыть в другой с 60, и половина из них без документов. Наши работники, соответственно, всегда требуют большую зарплату. Раньше вообще стоил индонезийц или северный корейц 200 долларов. Сейчас я слышал вроде как 400 долларов уже. А в наших, в наших, ну гораздо выше. Дешевая рабочая сила не значит хороший результат, рассказали представители аварийно-спасательных отрядов. Отсутствие квалификации и непроверенный экипаж в море представляют гораздо большую опасность, чем на суше. Подобные нарушения грозят компаниям при остановке деятельности. Но главным вопросом остается безопасность моряков. Не понаслышке об этом знает Северный морской флот. Весной 2015 года в Охотском море произошло крушение рыболовецкого траулера «Дальний Восток». Основная версия – нарушение балластировки судна, которая опрокинулась при подъеме траула с уловом. Как только судовладельцы начинают на чем-то экономить, это, как правило, всегда заканчивается печально. Пример такой ужасный, трагическая гибель – это судно «Дальний Восток». 69 граждан погибло в мирное время. Судно непотопляемое. К чему это приводит? Это как раз и есть, не побоюсь этого слова, жадность судовладельцев. Подобные конференции не только поднимают острые вопросы, но и помогают найти на них нужные ответы. Выполнять нормы и правила должны все – от крупных судовладельческих компаний до самого экипажа. Море не прощает ошибок. Это знали еще в Советском Союзе. Ольга Продан, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.